Всем привет, с вами Эли Медейт, меня зовут Айдай, и сегодня мы поговорим о законности. Увы, в Кыргызстане происходит много разных событий, довольно спорных с точки зрения закона. Поэтому сегодня наша героиня, Татут Бубер Гешбаева, юристка, расскажет нам, что не состыковывается с законами в действиях нынешних властей, в арестах, делах и давлении на депутатов. Давайте рассмотрим множество разных кейсов. Можем начать с дела кемперабадских узников, потому что, как оказалось, дела одних людей очень сильно отличаются от дел других людей, с точки зрения того, что не все они были связаны, а почему-то были задержаны. Да, вы задаете очень важный вопрос, и на самом деле важно отметить, что после 20 октября в итальянском кафе Коста-Рика у них, оказывается, состоялось собрание. На собрании приняли участие порядка 20 человек. При этом запись по сегодняшний день, лингвистические, смысловые, никакого рода экспертизы не были проведены в соответствующем порядке, и результаты экспертиз не были даны ни адвокатам, не самим подозреваемым в важнейшем деле, вот уголовного дела, их подозревают в попытке организации массовых беспорядков. Но, к сожалению, вот такие, как журналист, например, Атай Бейшембеков, потом, к примеру, Орузаим Нарматова, Ильгиз Шаменов, они вообще отсутствовали на территории страны, а Атай Бейшембеков, он не ходил, не посещал это собрание. Но даже из числа присутствующих на собрании Коста-Рика, например, я из-за того, что задержали в большинстве случаев правозащитников и гражданских активистов, то они являются моими коллегами, друзьями. Вот, к примеру, Гульнара Джурабаева, она приехала недавно со Сыкуля. У неё есть дом на Сыкуле, она занимается хозяйством там. И приехала, и это было первое её собрание, которое она приняла. Второе, Клара Сорункулова недавно только прибыла, в октябре, там, порядка, ну, 15-го с Грузии. И вообще она про эту тему ни разу не комментировала. Она была не при делах по определению крыгско-узбекских границ. В общем, вот эта следственная компания, следственная группа, которая была создана свыше чем 30 следователей по распоряжению Кабинета министров, я считаю, что здесь есть больше политической подоплёки, чем нежели правовой подоплёки. И я считаю, что президент и главы Кабинета министров превысили свои полномочия и воспользовались государственными ресурсами в лице вот именно усилий правоохранительных органов, в нынешнем случае судебного корпуса. И практически это программа по закрытию рта. Только этот рот закрывают без правовой на то доказательной базы. И на сегодняшний день для меня, как для юриста, это просто немыслимое явление, когда пытаются попытку организации массовых беспорядков, уголовную статью, превратить в именно попытку насильственного захвата власти. То есть это, если не доказывается следственная база здесь, на сегодняшний день прошло 2,5, практически 3 месяца. Но ни одно доказательство, ещё следственное доказательство не было. Не были с участием адвокатов допрошены сами подозреваемые на сегодняшний день в уголовном деле. Но несмотря на это, сегодня дело могут переквалифицировать в подобный состав. И я считаю, что это дело за следствием, но очень важно понять в стране, где отсутствует независимая судебная система, в этой стране и огромные ресурсы государственно сконцентрированы в руках у администрации президента, в этой стране можно ожидать различного рода политические решения. То, с чем мы сегодня столкнулись. После их задержания в интернет делали сливы видео с якобы их разговорами, но в то же время в этих разговорах я не видела ничего предуследительного. В одном видео говорили, что нужно что-то делать с происходящим, что нужно собрать людей на митинг. Но Конституция обеспечивает нас право на мирные собрания. В другом видео Аудио говорилось, что нужно провести крултай. В этом тоже нет ничего незаконного. Могут ли такие видео использовать как доказательство чего бы то ни было? Или это в целом незаконно? В отношении всех этих дел со стороны собранной межфедгруппы следствия должно было быть проведена тщательная экспертиза. Если, например, обвиняемые, сегодня подозреваемые в уголовном деле не согласны с результатами следствия, они могут еще попросить, написать, обратиться, чтобы сделали не только государственную экспертизу, это лингвистическая, техническая и иные виды многочисленных экспертиз, которые должны быть проведены. Но они могут и независимую экспертизу попросить. Результаты независимых экспертиз должны быть проведены от одного месяца до трех. Но насколько сегодня подключили независимую экспертизу, непонятно. Иначе один из известнейших адвокатов, Чинара Джакупекова, которая является защитником нескольких подозреваемых на сегодня, она сообщала о том, что следствие, вот именно результаты экспертиза определяет один и тот же человек многочисленных экспертиз, тем более в отношении всех 25-26 активистов. А такое невозможно. Понимаете, вот экспертизу обычно должны делать различные лица, пусть даже это государственный орган. И, например, языковую лингвистику, да, не может лингвистическую экспертизу делает один специалист, но техническую и иные виды, связанные с письменностью и иными видами экспертиз, уже не может делать этот специалист. Сегодня вот мы видим, что есть большое количество недоработок и некачественного ведения экспертиз, результаты которых еще не до конца освещены. Значит, наши подозреваемые, вот наши задержанные могут попросить еще обратиться в независимые экспертизы. Самый важный пункт здесь, важно помнить вот что. Когда создается у следствия, вообще есть тайна проведения следственных работ. И следствие имеет вещать частично какие-то вещи, когда на него есть определенные доказательства. Элементарно, например, проведена лингвистическая или техническая экспертиза. Но следствие опубликовало на следующий день, а при этом результаты экспертиз лингвистических, технических и иных языковых по сегодняшний день не проведены. То есть это говорит о том, что следствие превысило свои должностные полномочия. Следствие, получается, выполняет просто политическое указание, но это превышает его полномочия. В связи с этим хочется отметить, что наши задержанные могут обратиться не только к государственной экспертизе, признавать результаты государственных экспертиз, но также обратиться к независимой экспертизе и попросить их тоже сделать альтернативную экспертизу. И все-таки результаты независимых аккредитованных агентств будут признаны как доказательная база в суде, и суд будет принимать соответствующее решение. Тем более, одна из известных адвокатов, подозреваемых, Чинара Джакупекова, заявила о том, что один и тот же, получается, государственный специалист делает в отношении всех 20 и более задержанных, и также он может делать различного рода экспертизы. То есть это и лингвистические, языковые, и другого вида экспертиз. То, что запрещено вообще законом. Нехватка кадров не влечет за собой определение столь серьезных заключений, экспертных заключений. Поэтому нужно обратить на эти вещи внимание. Нельзя сказать, что это первое массовое задержание в истории Кыргызстана. При прежних президентах тоже были такие массовые задержания. Но, насколько я помню, это первое массовое задержание такого большого количества женщин, которые, к тому же, не имели реального веса в политике, то есть не были депутатками, губернаторками, не имели свою гигантскую какую-то аудиторию, не создавали партий, ну не считая Клару Сорункулову, которая своя определенная аудитория есть. Но в то же время большинство этих людей требовали соблюдения законов. И это не те люди, которые будут перелезать через заборы, чтобы сверкнуть в власть. Я вот очень опечалена, потому что задержанные женщины, кроме Розаима Норматовой, остальных всех я знала лично. И хочу отметить, что Клара Сорункулова, то и Рита Карасартова являются юристами с многолетним опытом, качественными юристами. Гульнара Джарабаева, она была бывшим членом Центральной избирательной комиссии. Очень доброжелательный, порядочный человек. И хочется отметить, что Розаим Норматову лишили депутатского мандата. И вот я хочу отметить, что в Кыргызстане на сегодняшний день идет некий такой тотальный попытка запрета на плюрализм мнений. И все те, у кого есть альтернативное мнение на события в стране, предложение о развитии государства, то автоматически рубится эта система. Просто сильно работает система рубки. И хочется отметить, что я вероятнее предполагаю, что это связано больше с влиянием геополитических игроков на вообще принятие политических решений внутри Кыргызстана. И события в Украине очень сильно влияют на события стран Центральной Азии. И нужно дожидаться итогов. И я пожелаю Украине благополучно перенести все эти этапы, потому что именно вот эта повестка сильно окособует вриятие на наш регион. И, к сожалению, мне очень жаль, что жертвами подобных массовых, незаконных задержаний с огромной политической подоплекой стали именно мои достаточно грамотные и качественные профессионалы своего дела, мои коллеги. Вот за это очень жаль, да? И, конечно, среди них есть мужчины, которые принимали в политическом либо околополитических процессах участие в гражданском секторе, да? И хочется отметить, что на сегодня неважно, кто из них где работал, мы должны рассматривать частный случай. В этом частном случае все эти лица, в отношении них нет доказательства о том, что они совершили это преступление. И следствие на протяжении двух с половиной месяцев не провел элементарных экспертиз. Поэтому хочется отметить, что сегодня мы должны отходить от очернения, как посмотреть на эту суть. Если все-таки сейчас так получится, что в отношении них применят и обвинят их в уголовных деяниях, и докажут это, и суды признают это в трех инстанциях, и они будут сидеть в тюрьме, то каждый гражданин только должен помнить о том, что это прецедент. И завтра в отношении каждого гражданина, кто не угоден власти, могут применить подобные инициативы. Поэтому сегодня не надо смотреть на этого, как на вот такого, да? То есть личные неприязни нужно убирать. И важно следить за вообще принципом законности и очень сильно бояться возникновения подобных прецедентов в нашей стране. Вы сказали, что сейчас происходит такое, что пюрализм мнений, он как будто бы неприемлем. Это очень сильно видно по парламенту, у которого и так обрезаны права и возможности. Но вот мы видим, что депутаты, которые никогда не слыли протестующими депутатами, ярыми демократами и так далее, у Мурбек Бакиров, Тазабек Акрамов, Шалабек Атазов, они высказывают свою точку зрения на какие-то важные вещи, говорят о коррупции, говорят о важных темах, о проблемах. И потом становятся гонимыми депутатами, сталкиваются с давлением. Вы абсолютно правы. Вот я хочу отметить, что с парламентом плотную работу, как именно юрист, больше по поддержанию верховенства права. И хочу отметить, что с учетом установления нового конституционного режима, парламент практически превратился в некую такую нотариальную контору. И важно отметить, что в Конституции есть, оказывается, две статьи. Первая статья о неотложных инициативах со стороны президента. Они связаны с тем, что для урегулирования экономической ситуации и ситуации связаны с обеспечением безопасности. И понимаете, именно благодаря этой статье администрация президента может заводить любую законодательную инициативу как неотложно, и парламент обязан его рассмотреть чуть ли не за две недели. То есть это раз, законодательная подоплека, и два, любого рода регламент, нарушается чуть ли не каждый второй раз при каждом принятии второго-третьего решения по законам. Но никто не может обратиться в Конституционный суд по этим основаниям. А если обращается, то Конституционный суд вынужден будет отменить это решение по простой одной причине, что в пункте 4 статьи 86 Конституции есть норма, в которой говорится, что решение парламент принимает большинство, то есть это 45 плюс 1, 46 и более, если иное не ограничено Конституцией, а ссылка на профильный закон нет. И понимаете, то есть это говорит о том, что практический регламент — это такой протокольный документ, хотя он и принят в виде закона, он особого значения не имеет. И любой раз, когда... Вот помните, по случаю закона, который касался казино, по случаю закона определения кыргызско-узбекских границ, когда необходимо было со стороны Джогург Кенеш подтвердить ратификацию, во всех этих случаях были значительные нарушения регламента. Но регламент сам по себе является каким-то протокольным документом и ничего не значит сегодня у нас в стране. Есть подобные законодательные механизмы, которые для меня являются механизмом полностью подавления законодательного органа, а вместе с ними и парламентариев, это депутатов Джогург Кенеш. И поэтому я рада, что сегодня депутаты по инициативе депутата Мадумарова основали депутатскую временную комиссию, которая будет изучать все эти вопросы, именно нарушение прав человека, ущемление прав парламента и в дальнейшем будут вводить изменения, вплоть до изменения Конституции, некоторых из его пунктов, которые я ранее перечислила. И я хочу отметить, что в отношении депутатов, как Чингизай Дарбеков, Эмир Бек Бакиров, Тазабек Икрамов, Талант Мамытов, Экс Турага Джогург Кенеша, затем в отношении Джениша Токторбаева, Шайлё Бека Атазова, и очень много депутатов, еще порядка их 25-30, которые прошли государственную мясорубку, властную мясорубку, только потому, что они не были согласны по каким-то позициям. И большинство из депутатов, которых я перечисляю, нужно отметить, что они достаточно лояльны к властной политике. Но несмотря на то, что они 10 решений всегда дают согласованно, и одно-две дают не согласованно, они за это несут целый процесс, проходят мясорубки через властную структуру. Ну и это подтверждает концепцию суперпрезидентской страны. Насколько законно вызывать Шайлё Бека Атазова на допрос в Генпрокуратуру, после того, как он говорит, что в Генпрокуратуре развита коррупция, и насколько законно пытаться отменить оправдательное решение суда в отношении депутата Джамгурчаева после того, как он начинает критиковать власть? Да, кстати, под эту и Джамгурчаев был подвергнут. Хочется отметить, что по вопросу, когда выступали именно по деятельности Генеральной прокуратуры, депутаты Дженниш Тухтурбаев и Шайлё Бека Атазов, в принципе, следственные и надзорные органы имеют право вызывать на допрос в качестве свидетеля. На это нет законодательных ограничений. Хочется отметить, что и Хамчебек Ташиев, и Садыр Джапаров ранее ходили на следствие Генеральную прокуратуру. Только это нужно делать согласно закону. Им необходимо направлять повестку, по какому делу. И данная повестка не может носить в отношении лиц, у кого есть депутатская неприкосновенность, мгновенный допрос. Это считается политическим давлением. Я считаю то, что угроза по телефону, чтобы они незамедлительно явились, вот это является угрозой со стороны Генеральной прокуратуры и демонстрации сил. Но в целом депутатов имеют право звать на допрос в качестве свидетеля. И при этом депутаты имеют право явиться в течение определенного периода, элементарно 10 календарных дней, когда они захотят. Либо же могут к себе кабинет позвать для проведения опроса со стороны следствия или представителей надзора. То есть это такой. В отношении Эмилия Джамкорчеева помнится, что его обвиняли в контрабандном ввозе товаров и далее это дело на уровне Верховного суда было закрыто. И открывать его по вновь возникшимся обстоятельствам в период, когда он сделал несколько важных решений в парламенте, будучи депутатом, я считаю это прямым давлением на самого депутата. В связи с этим я хочу отметить, что в стране, где отсутствует сильная судебная власть, независимая судебная власть, в этой стране всегда будут пытаться делить властные полномочия структуры, как ГКМВ, Государственный комитет по нацбезопасности, МВД, Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура, потому что они являются таким пластом. У каждого из них есть право на проведение следственных мероприятий, до следственных мероприятий, и это у прокуратуры тем более есть право надзора. И поэтому между ними постоянно идут некие такие соревнования, кто из них больше повлияет на политические процессы. И я считаю, что это показатель здорового для развивающихся стран и является очень плохим показателем для каждого гражданина, потому что результат на соблюдение прав каждого человека, он работает примитивно и уничтожительно, он ведет к подавлению прав человека, но для самих лиц, которые работают в этих структурах, обладают властью, это хорошо. То есть это такой переходный период. Плавно перейдем от депутатов к журналистам. Непосредственно хотелось бы поговорить про дело с Анарбией. Это беременная журналистка, которую вместе с оператором задержали по обвинению в вымогательстве. Она оказалась помощницей депутата Тазабека и Крамова, и он сказал, что это может быть связано с тем, что он сейчас протестный депутат. Жалобу на нее подала другая журналистка. И опять же, снова мы видим сливы разных видео, аудио. И есть одно видео, где якобы некто, кто является Тайербеком Ташиевым, как говорится в видео, рассказывает, какой он классный, крутой и теперь имеет большие связи. А потом видео, которое приписывается журналистке, точнее, аудио, по-моему. Это видеоформат, где поставили аудио, которое приписывается журналистке, которая подала жалобу на Анарбию, где она критикует президента и главу ГКНБ. Можете ли перечислить количество очевидных нарушений и факторов, которые вызывают у вас сомнения в этом деле? Важно отметить, что для меня было очень непонятно, почему ее задерживают конвоем, причем после 12.00 ночи. То есть ее могли просто вызвать на допрос. И два. В первую очередь всегда со стороны МВД, со стороны следствия, должно быть направлена повестка. И только потом, если человек не явился по повестке, потом его насильно задерживают. Но для меня было таким ошеломительным случаем, что просто беременную женщину таким образом увезли на конвою, причем с участием оператора. Потом важно отметить, что если бы следствие так было уверено в своей доказательной базе, то незачем было ее отпускать. Но ее отпустили на протяжении 24 часов. Не прошло ей даже 24 часа, как ее отпустили. И по-своему это было неким политическим давлением. В остальные вещи, лично я как юрист не имею права заходить глубже. Почему? Потому что мы не видели материалы дела. По задержанным активистам, по охране Кемпироватского водохранилища, мы системно общаемся с адвокатами и мы понимаем суть дела. Вот здесь, к примеру, я не вижу, но я хочу отметить, что это не единичные случаи, когда в отношении журналистов делаются подобные заявления. Сегодня вообще вся государственная машина работает для того, чтобы уничтожить рынок независимых средств массовой информации и независимых блогеров, которые представлены в социальных сетях со стороны администрации президента. Через каждый месяц-два идут выбросы законодательных инициатив, в котором предлагается различного рода предложение, которое является антиконституционным и едва противоречат вообще принципу, плюрализму мнений и поддержанию верховенства права. И я понимаю, что все-таки это сегодня проводимая политика со стороны президента и его ближайшей команды. И именно по этой причине сегодня большое количество журналистов подвергаются унижению, некому давлению. И я так понимаю, что данная тенденция продолжит свое существование, пока какая-то политическая повестка не поменяется. То есть здесь много не правовой обоснованности, а именно политической подоплеки. Ну и если мы вспомнили о давлении на журналистов, хотелось бы вспомнить и о делах двух болотов и одного Аделета. Это дела болот Назарова, болота Темирова и Аделета Полтабая. Вообще, конечно, вот это пакет обвинений, то, что идет в отношении болота Темирова, как особого типа журналиста, как журналиста-расследователя. Этот рынок новый для Кыргызстана. Он, в принципе, данное направление журналистики, он содействует. Но он начал такие дела, которые касаются именно расследования в отношении действующих должностных лиц в стране. И, видимо, это была такая прямая политическая подоплека и прямое политическое давление в его адрес. Но меня, как юриста, очень сильно смутило решение власти, а именно и судов, включая, в котором они его просто передали российской стороне, учитывая, что он гражданин. Но заметьте, у нас в Кыргызстане это и открытые, и закрытые, но официальные статистики, в которых говорится, что свыше полумиллиона граждан Кыргызской республики являются еще гражданами Российской Федерации. Ну и, соответственно, мы на сегодняшний день сталкиваемся со случаем, что значит с каждым из этих полумиллионников может произойти подобный прецедент. Поэтому я расцениваю это как страшным явлением. и расцениваю, что мы допустили подобный прецедент в отношении других граждан, которые обладают иным гражданством, а их количество свыше полумиллиона. И они являются, к сожалению, еще многие из них нацией крыс. И вот защищая даже с позиции национальных интересов, мы всегда боремся за интересы титульной нации. Большинство вот крутащики именно для этого и созданы, да, и что они не поборолись за его права. Вот это является очень опрометчивым случаем. Потом я в отношении Аделета Балтабая, я, конечно, с его делом хорошо не знакома, но ему сделали пробацию на пять лет. Эта пробация — это метод, при помощи которого вот его уголовную ответственность просто смягчает и выводит его на свободу. Для меня было вот ужасным явлением, что в целом за то, что он вышел на мирный митинг, их всех задержали, во-первых, активистов, да, но и именно в отношении Аделета Балтабая изменили меру пресечения и обратно его сослали в тюрьму, то есть пробацию отменили. В связи с этим я еще раз хочу отметить, что весь этот пакет несправедливых судебных решений, является всего лишь результатом и доказательством того, что нужно развивать судебную систему. Нигде вы не найдете ни АИЛ, ни одну общину, в которой люди не столкнулись с произволом правоохранительных структур, давлением со стороны них и несправедливым решением судебной системы. Я лично происхожу с села Бюргунды, Ноукенского района, и когда я туда езжу и разговариваю, я встречаю среди своих близких и родственников, что есть действительно маленького и большого показателя судебные произволы давления в определенных случаях со стороны правоохранительных органов. И это поэтому Кыргызстан является развивающейся страной, поэтому в Кыргызстан не идут крупные инвестиции. Все потому, что в Кыргызстане нет четкого, понятного правового климата. Ты не знаешь, когда с тобой что-то случится. И поэтому гарантом развития и стойкости любого государства является верховенство права, когда закон превыше любых политических игр. Такого можно добиться при осознанном наличии и присутствии наших граждан, то есть это люди должны быть, которые делают гражданский контроль, и где есть хорошая независимая система и справедливые суды. У нас есть хорошие судьи, но, к сожалению, они немощны, они не обладают хорошим политическим иммунитетом. Именно по этой причине сегодня политическое давление и правой произвол проходят в отношении гражданских активистов, правозащитников, юристов, депутатов Чорку Кенеша, неких представителей творческой интеллигенции, в особенности журналистов и медиаблогеров. Завтра эта тенденция дойдет до простого гражданина, который живет в селе и никому не мешает. И в связи с этим любая тенденция, любого развитого государства был период, и вот мы находимся в самом таком критическом периоде, когда мы должны выбрать для себя путь законности. И именно законность является показателем национальной безопасности. Это первый индикатор. И те, кто это не поддерживают, они обречены на политическое давление сегодня или в будущем. Это неминуемо. Но вот подобные случаи будут происходить. И в принципе это вот такой очень турбулентный период. И это пока вот такие... Это будет происходить. И нужна только независимая судебная власть. Пока его не будет, роль следственных структур, правоохранительных структур будет усилена. Это вот такой климат политический. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok